Моё первое знакомство с Яной произошло следующим образом. Один из товарищей скинул подкасты из изнанки просветления. Я начал слушать эти подкасты, меня зацепило, срезонировало. Я решил познакомиться больше с этой информацией и полез искать. Нашел страничку Яны, посмотрел её записи, видеозаписи, материалы, которые у неё, книги. И так я вышел на информацию про личный проект. Я познакомился изначально с индивидуальным проектом. Я чётко чувствовал, что мне это нужно. И я решил не откладывать это на долгий ящик и решил принять участие. Скажу сразу, что все мои, можно если так сказать, ожидания, они оправдались, потому что индивидуальный проект это крутая штука, где всё поставлено, как бы всё на должном уровне, вот, качественно. Задания идут в свои определённые последовательности, от простого к более сложному. И начинается, конечно, это всё с основ, а именно с установки наблюдения. Отличается этот индивидуальный проект от других или там сатсангов, занятий, курсов тем, что, во-первых, это работа себя, именно работа с собой, со своим мыслительным процессом, со своим голосом. Вот. И идёт личная работа, но ты делаешь не то, что тебе говорят. И именно делать, как конкретно, додумывая, а именно познавая сам. И отличительной чертой является то, что в других там практиках и сатсангах тебе учитель говорит, что делать, то здесь Яна, она является не как преподаватель, а как проводник. То есть она подсказками выводит тебя на ответ тот, который рождается у тебя сам. И именно водительство, именно роли Яны как проводника и является отличительной чертой. Отличает именно вот этот индивидуальный проект от других каких-то курсов. Индивидуальный проект ещё отличается от других занятий, что в нём есть непосредственное и постоянное общение с Яной. Помимо переписки является ещё и личное сообщение. Каждый день нужно писать аудиоотчёт о проделанной работе, о своих ощущениях, полученных в каких-то инсайдах. Соответственно, Яна это всё прослушивает, корректирует, задаёт дополнительные вопросы. И за счёт этих дополнительных вопросов и коррекции приходят знания, которые рождаются изнутри и приводят человека к определённому знанию, к какой-то определённой точке опоры и к пониманию того, что всё, что ему необходимо, есть у него внутри. Соответственно, этот вот непосредственный контакт с Яной, который осуществляется каждый день путём переписки и голосовых сообщений. Также я скажу, что на индивидуальном практике неоднократно мы с Яной созванивались и проговаривали какие-то задания, которые были в практике, мои ответы на эти задания, ну и также те, которые вопросы из, скажем так, личного характера, которые меня волновали и которые появлялись в моей жизни и которые, собственно говоря, Яна помогала мне найти на них ответ. Во время этих созвонов я замечал, можно назвать их чудесами, вот, потому что я сразу обратил внимание, что когда Яна записывала голосовые сообщения в ответ на мои, да, я сразу заметил, что она очень хорошо считывает меня и прям даже какие-то моменты затрагивает те, которых я сознательно, скажем так, не думал. Вот, во время созвонов происходили другие такие волшебные вещи, к примеру, когда я задавал ей вопрос, который на данный момент меня волновал, вот, она мне, задавая свои вопросы, подводила меня к его ответу и более того, подводила меня к знаниям по другим вопросам, которые, скажем так, я не задавал в открытую, а которые у меня были, ну если так сказать, на подсознательном уровне. Определенно можно сказать, что Яна очень хорошо и чутко ощущает человека и по, скажем так, по голосу, по настроению, по каким-то эмоциям она достаточно глубоко считывает и просветляет, выявляя на поверхности то, что есть на самом деле. Это я о том, что невозможно соврать или что-то утаить, все становится явным и на виду. Индивидуальный практ, он длится всего 4 месяца. Время пролетело относительно быстро, так как практ наполнен заданиями различными, интересными и выполняя которые, кажется, что время проходит быстрее. Относительно немного вроде времени прошло, 4 месяца всего, но вспоминая себя, каким я был до начала практа и которые вот я сейчас после прохождения, то это совершенно два разных человека. Совершенно два разных человека как в плане ощущения, так в плане какого-то понимания, знания, в плане общения, в плане, ну, вообще много в каких-то сферах. Потому что, скажем так, когда я пришел на практ, у меня было очень много всяких разных иллюзий, всяких разных, много идей, концепций и заблуждений по поводу пробуждения, просветления, духовного развития. Было много всяких разных концепций достигаторства, где я как ослик бежал за морковкой постоянно. Я никогда не достигал этой морковки, не достигал поставленных целей и не пришел к тому ощущению счастья, к которому стремился. Пройдя этот практ, все намного поменялось, изменилось многое в моей жизни. Отпали ненужные идеи, вот эти концепции, вот эти иллюзии, за которые я держался. И помимо того, что я стал более счастливым, более свободным человеком, скажем так, внутренним ощущениям, я стал намного более уверенным в себе человеком. И несомненно, конечно, вот эти все изменения, которые во мне произошли, они так или иначе подмечают и окружающие люди. В любое время, в том числе, начало года, февраль-марта 2022 года, в мире происходят различные вещи, и они очень, многие вещи эти очень эмоциональные, и так или иначе втягивают людей из своей какие-то григориальные системы, и человек, попадая туда, пропадает. Прохождение индивидуального практа дало мне, помимо того, что внутреннюю точку опоры, а также уверенность в своих силах и умение не вовлекаться в какие-то события. Это не значит то, что я стал холодным, отстраненным, и мне стало все равно. Нет, у меня есть, скажем так, внутри свои переживания, есть свои какие-то мысли по поводу различных ситуаций, но это не мешает мне оставаться в наблюдении, оставаться растождественным и не вовлекаться, не втягиваться в эти события. Соответственно, это все помогает мне оставаться в состоянии равновесия, в таком состоянии гармонии и не страдать, как я страдал вот до начала прохождения практа, при возникновении вот таких различных ситуаций. Получается так, что одним из плюсов практа является то, что теперь у меня есть уверенность в своих силах, вне зависимости от той ситуации, которая происходит в мире. Плюсы практа индивидуального, и это то, что он грамотно построен, что все задания там идут последовательно от простого, более сложного. Но, несмотря на все это, пройти его без водительства Яны индивидуально невозможно. То есть, к примеру, если бы была книга, допустим, индивидуальный практ, и человек решил такой, ой, я прочту книгу и типа все там знания получу, весь опыт, то так не получится. И я считаю по одной простой причине. Эта причина является то, что мы очень сильно привыкли опираться на ум. То есть, сталкиваясь с какой-то идеей, какой-то задачей, мы частенько не видим, как это все предстоит в реальности, и мы начинаем надумывать. Вот точно так же на практе можно, если, допустим, там Яна бы не следила за процессом прохождения, да, практа, то, допустим, я получил какое-то определенное задание, я где-то понял, как его делать, где-то не понял, как его делать, начал где-то додумывать, придумывать, и в итоге я бы пришел бы совершенно к другому. И я бы не понял вот эту разницу между личностью и сущностью. То, что именно показывает мне ум и то, чем я являюсь на самом деле. Только лишь благодаря Яне и его водительству, и благодаря вот подсвечиванию вот этих всех моментов, получается понять, как на самом деле все происходит. И где на самом деле, при выполнении того же самого задания, я подключаю ум и личность, и где я подключаю себя, суть. Без Яны, конечно, это было бы невозможно. Когда я слушал подкасты, получалось, умом я не мог понять, о чем говорит Яна, да, потому что там было много всяких разных понятий, определений, и она как-то так четко, грамотно говорила, и вроде бы слова понятны, да, по своему значению, но суть я не мог понять. Вот, и, но было где-то на уровне ощущений какой-то резонанса, и вот, скажем так, именно ощущение то, что это то, что нужно, и это тянуло. После прохождения праг, когда я там читаю Яны пустые, да, или слушаю подкасты, то я уже понимаю, почему она говорит именно так, почему подбирает именно эти слова, а не другие, потому что, скажем так, похожие слова между собой, к примеру, там, наблюдатель и наблюдение, они вроде бы похожи, да, но по факту, по ощущениям они имеют огромную разницу по вот именно своей сути. И теперь, конечно, вот и подкасты, и посты, они становятся уже понятными не только на уровне ощущений, но и на уровне каких-то знаний. Скажу честно, как у меня было, что когда я познакомился с подкастами Яны, то у меня не было сомнений идти на праг или не идти, потому что я четко ощущал, что это мне нужно. Вот, а я хочу сказать сразу так, что, конечно, индивидуальный праг, он не для всех. Не для всех, потому что тот человек, которому он не нужен, он этот праг не найдет. Но если человек этот праг нашел, но у него есть какие-то сомнения, то я бы советовал, конечно, человеку этот индивидуальный праг пройти. В любом случае, я уверен, что даже если у человека есть какие-то ожидания, то он получит даже больше, чем ожидает. Потому что, ну, я не встречал еще такой, скажем так, схемы, такого алгоритма, где ты настолько прорабатываешь себя и настолько с другой стороны узнаешь себя, что вот я удивлялся вот на протяжении этих четырех месяцев, что я раньше почему-то на это даже не обращал внимания. Я раньше об этом даже не задумался. Я раньше даже не смотрел на это с этой стороны. И благодаря прагту я вот все глубже начал в себе копаться, глубже себя наблюдать, изучать. И я был, конечно, в хорошем смысле этого слова в шоке, да, и в каком-то восторге, потому что, грубо сказать, я много времени живу, да, и столько себе не узнал, сколько узнал за эти четыре месяца. Поэтому, конечно, если вот советовать человеку идти на праг не или нет, то однозначно я скажу да, идти. Изначально, когда я, ну, начал искать информацию про Яну, она была для меня совершенно чужим человеком, и решение пойти на праг, это было каком-то, ну, скажем так, проявлением зова, да, то вот впоследствии этих четырех месяцев я уже могу сказать, что считаю близким человеком, потому что постоянное ее участие в моем поиске пути к себе. Ее постоянная поддержка, постоянно, чуть что у меня были какие-то сомнения или какие-то вопросы, она всегда была рядом, всегда подсказывала, поддерживала. Она очень, как вот, чутко относится к ребятам, которых ведет, вот, внимательно относится. И я бы еще сказал, помимо чуткости внимательности, она еще относится строго в том плане, что она помогает проявиться сути, но не дает личности, скажем так, обмануть, юлить или как-то уклоняться. Потому что я понимаю, что каждый человек, который приходит на праг, он несет вот этот большой личностный багаж. И вот эти привычки какие-то, которые у нас там заложены с детства в процессе обучения, да, что где-то можно там полениться, где-то можно там что-то прокрастинировать, вот, она как бы вот здесь в этом плане такая, как строгий преподаватель. Вот, но вот эта вот ее чуткость, забота, вот это, вот эти ее звонки, которые помогают, скажем так, сориентироваться, найти баланс, где-то стать более уверенным в себя, это, конечно, очень дорогого стоит. И вот тот путь, который Ян прошел в поиске себя, благодаря тому, что Яна меня вела буквально за руку, этот путь очень важен для меня, и прямо это лучшее, что случилось со мной вот за последнее время. Поэтому, конечно, я Яне очень-очень благодарен. Большое ей спасибо за это, большое спасибо за продуманный и хорошо организованный проект, вот, и за помощь в прохождении этого проекта, и за изучение себя. Яну большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok